Начнем с новости, которая не оставит равнодушным. Мягко говоря, в Благовещенске стреляли в ребенка. 30 апреля в микрорайоне неизвестные открыли огонь из микроавтобуса по 13-летнему пареньку, который пытался закатить велосипед в подъезд дома. Полиция завела уголовное дело. Родители ищут свидетелей ЧП. Надеемся, виновников найдут. И спросят, с чего вдруг они студенческую в Сан-Андреас превратили? Следом идет криминал калибром поменьше. И да, мы знаем, что это не совсем литературный оборот. У жителя Благовещенска из гаража пропал мотоцикл за 400 тысяч рублей. Вот хочешь владельца пожалеть, а не выходит. Он не закрыл дверь. Забыл. Про дверь забыл. Про мотоцикл не получилось. Украденный байк полицейские нашли и вернули. Подозреваемый в угоне находится под подпиской о невыезде. Не у всех поворачивается язык назвать его угонщиком. Ну правда, ну двери надо закрывать. К новостям культуры. В УКЦ поставят аудиотактильный спектакль. Постановка рассчитана на незрячих и слабовидящих детей, которые воспринимают окружающую действительность через звуки, прикосновения и запахи. Спектакль-невидимка ориентирован именно на это. Например, герой идет вдоль реки, сидящие в зале услышат плеск волн, почувствуют брызги и прохладу воды. Обычным зрителям на уникальной премьере наденут на глаза плотные повязки. Первый студийный показ намечен на октябрь. К осени и Норский заповедник готовят посетителям подарок. Там оборудуют музей, флоры и фауны. Никто из живности не пострадал. В нем выставят гуманные экспонаты, сделанных из кедра птиц и зверей. Фигуры дальневосточного аиста, сибирской косули и рыбного филина почти в натуральную величину и с тщательно проработанными деталями уже готовы. Изготовил краснодеревщик из Хакасии. К осени всех милости просят в февральск. Ну а пока вы не задремали, добавим остроты. Владимир Жириновский рассказал, почему депутаты не могут работать за зарплату в 30 тысяч рублей. Во всемирной сети ранее предлагали поднять россиянам зарплаты и пенсии до уровня доходов депутатов, если последние не хотят снижать себе заработки. Вольфович ответил, Во всем мире депутаты получают больше, чем депутаты России. Если зарплату депутатам снизить, то депутатский корпус обновится и будет состоять из людей, не имеющих высокий уровень образования и знаний. В пример политик привел каменщиков и водителей. И добавил, и то они больше получают, чем 30 тысяч. А может быть и 170, и 200. Вот тут очень хочется спорить. В финале выпуска новость, от которой стынет в жилах кровь. Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сибирской язвы в Китае. В округе Нинся, это на севере страны, зарегистрированы три случая заболевания человека кожной формой болезни. Сообщают об одном погибшем и двух госпитализированных. Установлено, заражение пошло от домашних животных. В провинции объявлен карантин. Дальше язва пока не пошла. Не знаем, горевать или радоваться, что Китай очень большой. Редактор субтитров А.Семкин